Здравствуйте мои подписчики и гости канала. В этом видео рассмотрим машинно-аппаратурные схемы линий производства шоколадных масс и некоторое оборудование этих линий. Такое как дозатор для сахара и центробежный эмульсатор. Поточные линии для приготовления шоколадных масс. Приготовление шоколадных масс в смесителях периодического действия связано с применением тяжелого ручного труда при загрузке и разгрузке смесителей и вальцовок, а также транспортировке масс. Внедрение поточной линии позволило в два раза увеличить производительность труда и в три раза съем продукции с одного квадратного метра производственной площади. Почти в два раза сократились потери дорогостоящего сырья, уменьшилась продолжительность цикла, улучшилось качество шоколадной массы. В дальнейшем эта линия была модернизирована и реконструирована. Основное оборудование линии – пятиволковая мельница 22 с двумя смесителями непрерывного действия 21 и 23, эмульсатор 26 с приводом от электродвигателя 25 мощностью 10 кВт, сборник шоколадной массы 24 и насос 27. В смеситель 21 приводится от электродвигателя 19 мощностью 2,8 кВт через редуктор 20. Компоненты в смеситель 21 поступают из дозаторной станции. Она состоит из бака 17 с тремя дозаторами 13, 14 и 15, установленного над смесителем, и дозатора 12 для сахара песка. Дозаторы 13, 14 и 15 имеют одинаковую конструкцию и размеры. Бак 17 двумя внутренними перегородками разделен на три равные части длиной 560 и шириной 500 мм каждая с коническими днищами. Стенки конических днищ двойные. В них подается теплая вода для обогрева бака. Бак смонтирован на станине смесителя 21. В каждой секции бака в верхней и нижней его частях установлены сигнализаторы уровня. В качестве дозатора масла какао и тертого какао вначале использовался сдвоенный плунжерный насос, применяемый в помадо-варочных агрегатах. Насос должен иметь паровой или электрический обогрев. Температура тертого какао при дозировании 70-75 градусов Цельсия. Масла какао 65-70 градусов Цельсия. Взамен плунжерных насосов были разработаны и внедрены более точные и компактные дозаторы роторного типа. Все компоненты тертые какао, масло какао и гидрожир подаются из общих магистралей 18 через клапаны 16, имеющие ручной или автоматический привод. Корпус 28 дозатора стальной с двумя конусными штуцерами, которые соединяются с внутренней полостью узкими щелями шириной 30 мм и длиной 120 мм каждая. На обоих штуцерах имеются фланцы. Одним из них дозатор крепится к баку 17, а второй служит для присоединения к нему сливной трубы или лотка для дозируемого компонента. Для обогрева корпуса служит рубашка 36, в которой циркулирует теплая вода. Внутренняя полость корпуса коническая. В ней сделаны выточки для установки шарикоподшипников, в которых вращается стальная пустотелая коническая пробка. Ее внутренняя цилиндрическая полость диаметром 50 мм соединяется с внешней конической поверхностью узкой щелью. Размеры щелей пробки и корпуса дозатора одинаковы, и при вращении пробки они периодически совмещаются. На пробке имеется пустотелый хвостовик, на внутренней поверхности которого сделана резьба, а снаружи на стопоре установлена приводная звездочка 31. В полости пробки на резьбе может перемещаться шток 30 диаметром 50 мм. Его тонкая цилиндрическая часть диаметром 20 мм выходит наружу за пределы пробки. На ней установлен маховичок и стрелка-указатель 32. Ее конец перемещается по шкале 33, на которой нанесены деления, соответствующие производительности дозатора. Вращая шток 30 за маховичок, перемещают его по резьбе вдоль оси пробки и этим изменяют объем ее цилиндрической полости. Последнее является карманом, который периодически через щели поступает дозируемый компонент. Таким образом, перемещая шток на резьбе, можно плавно регулировать объем кармана, а следовательно и производительность дозатора на ходу. Привод всех трех дозаторов осуществляется от вала смесителя 19, совершающего 20 оборотов в минуту, через промежуточный вал 11. Он смонтирован на общих стойках крепления трехсекционного бака 17. В каждом из дозаторов для пуска и остановки имеется самостоятельная муфта включения. Дозаторы работают следующим образом. При равномерном вращении пробки дозатора ее карман периодически совмещается со щелями в корпусе дозатора. При одном совмещении карман наполняется, при другом из него сливается дозируемая жидкость. При наполнении кармана из него вытесняется воздух, пузырьки которого через штуцер поступают снизу в бак и непрерывно перемешивают находящуюся в нем жидкость, предотвращая расслоение. Порции тертого какао из дозатора стекают по лотку в загрузочную воронку смесителя 21. Масло какао из дозатора может поступать в оба смесителя. Для этого выходной штуцер дозатора соединен с трубой диаметром 25 миллиметров, которая имеет ответвление на каждый из смесителей. Регулируя степень открытия кранов, которые имеются на смесителях, дозируют порции. Гидрожир из затвора подается во второй смеситель 23 по той же трубе, что и масло какао. Шоколадную массу готовят на сахаре-песке, который пневматической установкой и шнеком 10 подается в бункер дозатора 12. Последний непрерывно подает сахар в смеситель 21. Поскольку приготовление шоколадных масс на сахаре-песке приводит к быстрому износу волков, пятиволковых мельниц, в модернизированных линиях сахар-песок из дозатора подается в молотковую микромельницу, которая устанавливается на загрузочном патрубке смесителя. В смесителе сахар-песок тщательно перемешивается с остальными компонентами шоколадной массы. Затем смесь переходит в загрузочную воронку пятиволковой мельницы 22. После войцевания масса по наклонному лотку всыпается в загрузочный штуцер второго смесителя 23. Сюда же поступают из дозаторов часть масла какао и гидрожир. Гидрогенизированный жир. Если он предусмотрен рецептурой. После дополнительного перемешивания и разводки во втором смесителе масса стекает в центробежный эмульсатор 26. Здесь производится ее окончательная гомогенизация. Готовая шоколадная масса эмульсатором 26 подается в емкость 24, установленную над коловратным насосом 27, в которой масса перекачивается далее в темперирующие сборники с планетарной мешалкой или в автоматы для формования простых сортов шоколада, а также в глазировочные машины. Дозатор сахаропеска состоит из конического бункера 2, в котором вращается вертикальный вал 3. Его привод осуществляется с помощью цепной передачи от промежуточного вала дозаторной станции. К концу вала дозатора крепится съемный вертикальный шнек 1, который вращается с постоянной скоростью. Если нужно изменить производительность дозатора, устанавливают сменный шнек с требуемой величиной шага. В бункере шнекового дозатора установлены сигнализаторы уровня типа СУ. Один из них автоматически останавливает шнек 10 при наполнении бункера до верхнего предела. Второй включает шнек, когда уровень сахара в бункере достигнет нижнего предела. На слайде схематично показан эмульсатор. Внутри корпуса 5 на консольного валу 7 вращаются два диска 4 и 2 с радиальными ребрами. Масса из загрузочной воронки 6 попадает в центральную часть первого диска 4 и центробежной силой отбрасывается на стенки корпуса. Далее масса проходит через центральное отверстие неподвижного диска 3 и подхватывается вторым диском 2, который опять отбрасывает ее на стенки. В торец неподвижного диска запрессованы пальцы, а в радиальных ребрах второго диска соответственно имеются вырезы. При ударе частица пальца диска происходит дополнительное разрушение структуры массы. После этого масса обтекает второй диск и выходит через центральное отверстие крышки эмульсатора 1. При обработке массы в эмульсаторе для изготовления глазури с разжижителем при минимальном содержании жира 31-34% фабрики получают значительную экономию в расходе масла какао. При обработке в эмульсаторе глазурь разжижается. Благодаря высокой однородности массы, при которой твердые частицы обволакиваются слоем масла какао, вкус массы улучшается. Смесители 21 и 23 конструктивно не отличаются один от другого, различно у них только высота станины. Первый установлен выше для того, чтобы масса из него могла самотеком поступать в загрузочный бункер пятивалковой мельницы. Валы первого смесителя 21 вращаются с частотой 20 оборотов в минуту, второго 23 с частотой 80 оборотов в минуту. При этом лопасти не только смешивают компоненты, но и перемещают их вдоль оси смесителя к разгрузочному подрубку. Сечение подрубка может изменяться с помощью шиберной заслонки со штурвалом. При этом изменяется уровень массы в смесителе, а следовательно и степень ее перемешивания. Сахар-песок на поточной линии подается пневмотранспортными установками. Они различаются конструкцией питателей. На одной установлен эжекторный питатель, на второй шнековый. Опыт показал, что при подаче сахарного песка шлюзовые затворы работают плохо, поэтому они были заменены более надежными эжекторными и шнековыми питателями. Схема всасывающей пневмотранспортной установки с использованием эжекторного питателя представлена на слайде. В ее состав входят следующие элементы. Ротационная низконапорная воздуходувка 1 типа RGN427 с непосредственным приводом от электродвигателя типа AO61-6. Мощность 7 кВт. Частота вращения 790 оборотов в минуту. Питающий шнек 3 с цепной передачей от электродвигателя через червячный редуктор. Шнек включается автоматически при включении воздуходувки 1. Производительность 7,9 кг в минуту или 474 кг в час. Эжекторный питатель 4 состоящий из сварного корпуса с тремя штуцерами. Двумя из них он присоединяется к магистрали, а третьим крепится к патрубку загрузочного шнека. Внутри корпуса установлены два сопла. Размеры сопел подобраны опытным путем. Пневмопривод 5 общей длиной около 52 метров расположен горизонтально. Изготовлен из труб внутренним диаметром 64 мм. Центробежный разгрузитель 6 циклон типа ЦРК-650. Диаметр цилиндрической части 650 мм. Общая высота 1300 мм. Производительность 1125 кубометров в час. Рукавный матерчатый фильтр 7 типа FV-2,5. Приемный бункер 8 и питающий бункер 2, шнеки 10 и система автоматического включения. Очищенный сахарный песок из заготовительного отделения шнеком подается в питающий бункер 2. Два сигнализатора уровня, верхний и нижний, автоматически управляют работой этого шнека, поддерживая уровень сахара песка в бункере в заданных пределах. Днище бункера конусное. С помощью патрубка бункер соединяется с загрузочным патрубком шнека 3. На патрубке установлена шиберная заслонка, которой можно регулировать количество сахара, поступающего в шнек. Последний подает его через разгрузочный патрубок в полость эжекторного питателя 4. Сахар попадает в пространство между соплами и уносится из него потоком сжатого воздуха, нагнетаемого воздуходувкой 1. Циклон осадитель 6, который улавливает до 98% поступающего в него продукта. По коническому днищу и течке сахар ссыпается в бункер 8. В коническом днище циклона и вертикальной течке установлено два сигнализатора уровня 9 типа СУ. Один из них контролирует верхний уровень сахара песка в циклоне и автоматически отключает электродвигатель воздуходувки, а второй включает этот двигатель, когда уровень достигает нижнего допустимого предела. Поддержание постоянного нижнего уровня позволяет сохранить в коническом днище циклона и вертикальной течке часть сахара. Он образует пробку, которая препятствует выбросу сахарной пыли в помещение. Отдельные частицы сахара из циклона вместе с воздухом направляются по трубопроводу в рукавный фильтр 7. Здесь они улавливаются и скапливаются в нижней части камеры фильтра. По мере накопления частицы сахара песка периодически удаляются. Очищенный фильтром воздух удаляется в атмосферу. Днище бункера 8 коническое. Снизу к нему крепится сдвоенная течка. По ней сахар поступает в 2 шнека 10, каждый из которых подает его к дозатору 12. Одно из поточных линий для приготовления шоколадных масс. Производительность пневмотранспортной установки 6,4 кг в минуту, что полностью обеспечивает непрерывную работу двух поточных линий. Воздуходувка RGN-427 при работе создает значительный шум, поэтому она устанавливается в изолированном помещении. На всасывающей стороне для очистки поступающего воздуха монтируется фильтр. Техническая характеристика поточной линии представлена в таблице на слайде. Линии со смесителями непрерывного действия удобны использовать лишь при массовом производстве определенных видов шоколадных масс. При многокомпонентных рецептурах. И при их частой смене в течение рабочего дня выгоднее применять смесители периодического действия с весовым дозированием компонентов. Рассмотрим еще одну схему поточной линии для приготовления шоколадных масс. В этой линии питание пятивалковых мельниц производится при помощи транспортеров с стальной лентой, а смешивание шоколадных масс при этом остается периодическим. Сахар и сухое молоко из бункеров 1,2 подаются к автоматическим весам 5,6. Тертое какао и масло какао из емкостей 3,4 подаются к весам 7,8. Весы автоматически взвешивают все компоненты по программе соответствующей рецептуре шоколадной массы и загружают их в смеситель периодического действия 9. Выгружается масса в емкость 10, откуда она при помощи шнеков 11 и 12 передается на транспортер 13 с остальной лентой. Цикл работы станции полностью автоматизирован. Разгрузочные приспособления 14 позволяют передавать массу на волковые мельницы 15, в любой последовательности. Отвальцованная масса транспортерами 16 передается к конш машинам. Параллельная установка волковых мельниц создает хорошие условия для маневрирования, особенно при использовании резервной мельницы. На некоторых фабриках механизируют процесс загрузки шоколадных масс в приемные воронки пятиволковых мельниц. Так, на одной фабрике эта операция осуществляется при помощи электропогрузчика с вилочным захватом, а на другой пятиволковую мельницу оснащают устройством для опрокидывания тележки с бункером, в котором масса перевозится вручную. В этом видео мы рассмотрели машинно-аппаратурные схемы линий, производство шоколадных масс и некоторое оборудование этих линий. Благодарю вас за внимание, подпишитесь на канал, поставьте лайк, поделитесь этим видео с теми людьми, которым оно могло бы быть интересным. Желаю вам всяческих успехов и до новых встреч!